А есть у вас? А крупный шрифт есть вот такой? А нет, такого нет, пожалуйста. Читайте, помоги Господи вам. Спасибо. С Богом. Все слова эти написали. Это бесплатно, Евангелие. Помоги, пожалуйста, Евангелие. И это тоже. Евангелие, вот это все. Давай еще, встал. Четыре евангелиста говорят о вечной жизни. Спасибо. Трудитесь и будет вечная жизнь. Как вам? Снимайте. Сережа, мы даем. Вот так же, женщины. Вот так же, что я вам делаю. Это не так, а вот эти Библии. Там очень много материалов, духовных. Видео, аудио. Сережа, дай Евангелие. Сережа, дай Евангелие. Бесплатно, Евангелие. Сережа, дай Евангелие. Русская православие. Размите, вот тут, русский. Вот так же, женщины. Вот так же, женщины. Русская православность. Сегодня торжество православия называется. Вот здесь вот, да? Нет. Наша цель. Да, вся цель. Вот цель. А я, пожалуйста. Ну, мы не оттуда. Нет, мы из другой цели. Просто тут очутились случайно. Видим, люди решили Евангелие дать. Порадоваться вместе, поторжествовать. И что, это же пост держит, да? Ну, мы держим пост. А вы держите пост? Да, мы сильно не держим. Вот так, удерживаемся. Держиваемся. Ну, Господь сказал, выбери добро или зло. Поэтому серединка на половинку, шар-ковалка не получится. Надо до конца. Говорит, царство небесное силою берется и употребляющие усилия восхищает его. А апостол Павел говорит, на стадионе бегут многие, но получают награду один первое место, золотом. Поэтому, говорит, бегите так, чтобы никто не догнал вас. И будете первые тогда получать его. Поэтому помоги, Господи, бегите как следует. Какая вещь о том, как спасти душу свою? А на что? Православная? Да, конечно. Нет, это, естественно, православная. Мы православные. Сами. То есть, Евангелие это раздают и не православные все. Но мы православные. А там по благословению патриарха. Это вот православный крест. Видите, православный именно. Вот такой, как здесь. Патриарх тут подписал, благословил. Написано от Кирилла. Прямо от Кирилла. Благословение. Так что, прежде чем читать, помолиться. Господи, благослови. Вот так правильно. Вот так. Налог. Знаем, знаем. И вот так. Помоги, Господи. Спасайте душу вашего. Пожалуйста. Да. А у вас нет реабилитационных церквей православных? Нет. У меня православных есть, но у нас лично нет. Мы занимаемся евангелизацией. Вот ходим, распространяем Евангелие, беседуем с людьми. Есть занятия. Вот там у вас, может быть, отпечатано. Занятия на дому у нас есть по изучению Библии. А чтобы, допустим, там наркозависимые или алкоголозависимые, это уже сложнее. Ну, вообще у нас проще у Христа. А обращение ко Христу ведет к тому, что человек полностью исцеляется. У нас были алкоголики, наркоманы. Ну, как только начинали заниматься Словом Божиим, они исцелялись. Ну, они становились другими людьми, правда. Ну, я тоже думаю. Они переставали вообще грешить. То есть, живут ли сейчас у них семьи, дети и так далее. То есть, вот это. А реабилитационные центры есть. Люди пытаются какими-то средствами помочь. Ну, там что-то, может, читают. Ну, это сильно не помогает. И что у сектантов тоже. У них там Слевов очень много. Они об этом не говорят. Ну, они бывают, даже там их приковывают, я вот слышал. Ну, то есть, насильно удерживают и начинают читать. Они там такие раздраженные потом. Ну, я не знаю. Не могу даже сказать, где есть такой реабилитационный центр. Если человек сам хочет бросить, тогда еще есть вопрос. Ну, помоги, Господи, вот. Грудитесь, да. Можно молиться за него еще. Молиться. Перед крестом. Сам не молитесь. Только платочек обязательно одевайте и в юбке. Вот это самое главное. Помоги, Господи. Есть еще, есть. Над Сергеевым, женщина. А вот, пожалуйста. Бесплатно, это все слова Христа о вечной жизни. Да, это... А вам тоже? Евангелие тоже дать? Да, я хотела посмотреть. А, посмотреть? Ну, возьмите, посмотрите. Я тогда... По благословению Патриарха Кирилла там указано. Спасибо вам за добрые дела, что вы делаете для людей. Крупный шлифт, видите, очень хороший. Да, да, вот это самое главное. У меня при свете, вот при таком, то вижу прекрасно. А когда вот... А вот написано, видите? По благословению, если видите, конечно. Берем. Ты как посмотрела, как он встал на колени перед всей Россией. Кирилл, на колени перед всей Россией. Да, да, да. В субботу про телевизор. Кто? Да, попросил прощения у всех. Кому-то что-то я не сказал, кому-то что-то не заметил, кому-то... Такая тоже обыкновенная, как батюшка. Ну, я первый раз. На прощенное воскресенье, да вы просто увидели. Всегда это обязательно. На прощенное воскресенье. Ну, это в субботу было. В субботу вечером, понятно. Там первый, господи, владыка живота моего. И он после... Дух праздности умынили вначале. Такую эту молитву прочитал. Правда, в вашу подсюре это мурашки. Ну, она на церковно-славянском, не очень понятная. Но там можно пойти. Нет, нет, нет. Там шестикрылое животное Серафима там. Нет, он после... Тьмы отгоняющие. Это было понятно для... Вот каждое слово для меня было понятно. А вы слышали проповедь, что он призывает выйти священников на благовестие, к народу, чтобы... Евангелие вот идти всем раздавать. Чтобы учили народ. Да. Православный человек? Люди-то не научены. А у тебя еще есть вангелие? Я вот сама... Еще есть вангелие? Много? Вот скажи, ты какого года? 64-го. Я, в 64-го. А я сама была комсоргом. А когда учили... Но я не был комсоргом, но я был пионер-вожатым. А, ну вот комсоргом была. Я тоже был комсоргом. Я председатель совета дружины был. Я была по истории. И говорит, так, сегодня... Она отвечает, что по каким улицам пойдут, чтобы бабушка растворила, чтобы Бога ехал. Чтобы приходим с вниманием. Так я все просили по какой улице, к кому идти. Я в Топчихе была, деревни. То есть вы организовывали вот эти вот... Комсорг, да. Комсорг это... А где, в какой школе? В Топчихе. А, в Топчихе были? В Топчихе. Ну, сейчас вы в этом каетесь? Да, ну как кается. Ну, я вот сейчас как-то даже начинаю понимать. Что были без права. Что без Бога-то, видите, что творится? В Украине просто убийство. Но я не помню, чтобы у нас там конкретно о Боге было. Ну, мы и на 10 лет помоложе. Да, на 10 лет помоложе. Это 10 лет, это там большая. Не было, это много. Тогда было много. Да. И тем более, что пока я дорос до этого возраста, когда начали серьезные дела, это где-то, ну, 76-й пускай будет, вот, 77-й. Там уже, это, застой был такой, кирилл, спокойный. Да, да, да. И там, чтобы Бога хаяли, я не помню. У нас, во-первых, верующих нигде не было. Ну, были верующие. Я приезжал к бабушке сюда. И у нас там зеленины были. И говорили, смотри, с зелениным пацаненком не водись, у него бабка верующая. А я, ну и что верующая? Так это, ты зайдешь к ней, она тебя утащит куда-нибудь. Вот моя бабушка по материной линии, она была такая православная, а мы не понимали этого. И она нас никуда не привлекала. Приходим, а у нее там по праздникам блинчики, лампадка горит. И она встанет, перекрестится, и ни разу нам не сказал. Вот это вот, вот это и есть отступление от Бога всех попов. Нужно было людям внушать, проповедовать, чтобы другим разговаривали о христе. Это распространение было. Ну вы же говорили о комсомоле с другими людьми, о пионерии, там маленькие октября там или уже щебетали. Строго-настрого было запрещено говорить о Боге. Ну а когда я уже подрос в 77 году, о Боге никто и не знал. Родители не говорили, бабушка уже умерла, она тоже верующая была. Мама крестилась 14 лет по Кровскому, и даже мне ничего не говорила до тех пор, пока уже старая не стала. И вот сейчас недавно только сказала, что крестилась. Недавно мне сказала. Уже социализма давно не было. Я говорю, ты что раньше-то не говорила? Так а это же знаешь, сынок, нельзя же было. Ну покрестилась я и покрестилась. А я крестилась. Потому что бабушка настаивала. А я крестилась. Сына крестилась. Нет, внука, сына и сама. Ну вот. Внука, сына и сына. Ну крещение-то у вас было не троекратным погружением в воду жить? Нет, мы... Видите, крещение, крещение, это троекратное погружение. Вот глядите, как тут в Евангелии написано. Вы глядите. Третье, вы видите, третье. Глава Евангелия от Матфея. Написано. И Анжи... Вот. Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Ианну креститься от него. На Иордан, это река такая. И Анжи удерживал и говорил, что не надо креститься. И... Дальше. А вот Христос говорит. Что-то непонятно, Дмитрий, если на первой окне, что вы не занялись в окружении. Да, встречаемся на доме, а там, брат, да. Что? Состранить, Терева, нет. Молодец. 500 рублей кто разменяет? 500 рублей разменяйте, пожалуйста. 500 рублей разменяйте кто-нибудь? Олечка, 500 рублей разменяйте. Так, ну ладно. Что дальше? Все. А он хотела крещение, я расскажу. Сзади женщины. Раз, два, три. Ты что же изменял? Я зарабатываю. Православная церковь, бесплатная Евангелие. Бесплатная Евангелие. Числава Христа, Весна 10. Ветик, крупный шрифт. И Библия есть. А вы читаете? Да. Ух, как хорошо. Веруете в Иисуса Христа? Да, и молюсь, да, да. А как крещение у вас прошло? Как вас крестили? Молодые годы еще? Ну, крещение у меня прошло давно. Ну, крещение, вы знаете, что это троекратное поближение? Знаю, да. У вас троекратно? Вот здесь, возьмите. А когда вы уходите? Ну, это было в четырех лет, там иногда. А где вы так вас погружали? На обид, да? Да, вы вот на первой странице. Там на обид, да. Много? Когда массовое крещение было? Ну, почему там, кто жилал, что пожелание не было. Ну, понятно, что пожелание. Так, а вы перед этим у вас проходили, оглашение там было? На оглашение из Идики выходили вы, когда говорили, оглашение из Идики. А где? Я не знаю, как. Крещение, это не конечный. Это православный. Это любого такого детства. Как пожелание. Ну, почему пожелание? Это возбас в храме. Оглашение из Идики. Огласительное слово должно быть, катетизация. То есть вам должны преподавать Библию, изучение слова. Да, у меня есть библия читает. Нет, Библия-то есть, я понимаю, вы уже сказали. А в церкви вам преподавали Библию перед тем, как крестить? Ну, а как? А где это было? В церкви. А в какой? В какой церкви? На энтузиастов. А, на энтузиастов. Так вы не православные. А в Христос один. Понятно, ясно. Бог один, но на энтузиастов это же сектанты. А что вы так боитесь этого слова? Я не боюсь. Ну, про еретиков сказано же в Слове Божьем. Ну, нет. Ну, про ерицы сказано в Слове Божьем. Должи же еретики-то кто-то быть. Ну, не знаю. Ну, как не знаю. Мы знаем. Ну, я не дочитала этого. Ясно. Ну, должно быть троекратное погружение. Вы меня не дослушали, а вы говорите, да. У вас же не троекратное было, а единократное воопрокидывание. И все. Так же? А что, это неправильно? Конечно, нет. Христос же умер стоя на кресте. Он же не умирал, опрокидываясь. Не во гроб же его положили. Он умер вот стоя, вздохнул, испустил дух и умер стоя. Поэтому так же мы погребаемся, соответственно, Христу. А троекратно написано, идите крестите во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Вот во имя Отца, Аминьи, Сына, Аминьи, Святого Духа, Аминьи. Поэтому надо три раза. У вас всего один раз там. Ну, так это и понятно, потому что... По Библии, там Библии написано. По Библии? Где в Библии? В Библии как раз не написано. Написано, крестившись, Христос вышел из воды. Престите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но опять же, это было крещение Иоаннова. О крещении Иисусом не говорится. Оно просто говорится, что ученики крестили. Это было Иисусово крещение. Это только в начале еще. Это в покаянии для отпущения грехов. Вот это вот. Еще Христос не отпускал грехи. Иоанн Креститель только подготавливал. Я верю в Бога. Понятно. Бог один. Бог един. Он один. И у еретиков Царство Небесное не допустим. Одна вера один Бог, одна вера допустим. Правильно. Вот теперь глядите. Православная вера была первая. Сразу. Христос организовал церковь православную. Она не называлась православной. Но вот сейчас, которую называют православной, она именно такая была. Она не баптийская была. Церковь. Понимаете? А православная. Я не знаю, я много не понимаю. Я верю. Ну, конечно, не понимаете. Я верю. Так мы с вами разговариваем как верующие в Бога. Не просто верующие, мы рожденные свыше. Да. Иначе нельзя принять Христа, как только родиться от воды и духа. Поэтому мы так с вами подробно беседуем обо всем. Ну, я читаю, как понимаю. Понимаете, вот нужно креститься во оставление грехов. Крещение происходит. Да. Не просто как доброй совести, а во оставление грехов. А у вас это как доброй совести, что я даю там обед Христу доброй совести, поэтому покрестилась. А нужно не просто покаяться. Я покаялась перед Богом, все, теперь чист, теперь Бог тебя очистил. А нужно еще креститься. Ну, я читаю, как понимаю. Там написано, что открыто для вас, а закрыто нет. Не, ну, главное, как интересно, что на энтузиастов. Я думаю, да какой же церкви, так и катехизация, и крещение в воде. Православия-то этого нету. Я-то от вас почему и добивался. Мы снимаем-то для чего? Чтобы православным показать, что отступление у нас в церкви православной, у нас неправильно крестят. У веритиков правильно крестят на энтузиастов в городе Барнауле. Это улица энтузиастов. Там неотделённые баптисты. Баптисты, которые до конца остались без регистрации верными. Где, на энтузиастах? А, отделённые? Да, отделённые. Наоборот, они до конца всё сохранились. У них были и изучения Библии, и детей они воспитывали во Христе. Можно открыть же, деяние на крещение. Нужно открыть местоописание. Входить сюда на энтузиастов или где-то на дому? А занятия у вас по домам идёт? Нет. Там прям? Ну да. Ну мы были у вас два раза. По воскресеньям, да? Ну и вас ещё предлагают, чтобы ходить. Да, мы прикупывают это, когда надо. Ну нас боятся там, с молодёжью пытались с вашей говорить. Они вот это лапкинцы, лапкинцы, лапкинцы испугались. Да мы прям боятся. Да, мы всё ничего не боимся. Боятся, боятся. Боятся. Боятся, беседовать, боятся. Сложно. Ну потому что... Потому что, видите, мы сразу правду говорим. Мы не начинаем там лукавить, что... А, вы с нами разговариваете, значит, у хороших. Мы говорим о сектанстве. Говорим, где церковь, где вначале была церковь. Вы же говорите о единстве Бога. А Христос был, если будет тот же. Во веки. Правильно? Ну почему мы, если баптизм образовался в 1600 году, а православие с нуля, 33-й год, как креста на кресте распяли, мы что будем, как говорится, лукавить-то, рака за камень заводить и говорить, что это Бог? Ну рак, он и есть рак. Ну надо своими словами всё называть. Это надо Библию хорошо изучать. Ну конечно. Поэтому у вас ребята, видать, плохо изучают, поэтому такие боязливенькие. Так мы никак не можем с ними встретиться, поговорить, побеседовать. Нет? Не знаю, значит, что. Значит, они думают, что они самые правые. Раз они думают, что самые правые, и у вас всё хорошо, значит, скоро, говорит, крышкой накроется всё это. Бордовствовать и молиться надо. Никто не знает, один борд знает. Трезвиться надо, написано, и бодрствовать. Никто не знает. Один заход знает, когда он может быть. Ну вы от всех отличаетесь, я вам хочу сказать. Антончик, платок у вас хорошо сидит, и всё. Я как сразу-то не понял, что вы не православные. Простите уж меня, Христа Райка, что я не понял. Да это для меня. Я давно уже не беседовал, просто с сектантами тут. Да, конечно, почаще надо. Ну не хотят. Помоги Бог вам. А вы взяли у нас вот это? Вот это взяли? Возьмите. Это сайт молодёжи передадите. Если что, пускай они к нам выходят сюда и связывают с нами. Будем разговаривать с ними. Молодёжи? Беседовать. Ну почему вы не только молодёжи, и с вами с удовольствием поговорили бы. Побольше, чтобы было людей. Вы меня поймите правильно. Вот написано, что у родителей пустоферок судите. Ну это, Серёжа, пошли. Всё. Это же очень много людей, которые прикрываются, попрошайничают. На самом деле у них всё хорошо. Вы не такой. Я не. У вас не хватает 15 рублей на бокс-клеба. Нет, ну вообще нет. Я же дал то, чтобы это самое брал, то и растал. Только без сигареты. Да. 32 года за счёт других. В первую очередь бросать курят. Это разные совершенно силы. Кто хочет этого, кто хочет вечной жизни, это Христос. А сатана хочет всех. Евангелие вы же можете заставать. Да вы два года говорите, что вы... Ну не знаю, кого заставляли. Меня заставляли сколько раз. Я никогда не курил. Отец у меня был не курящий. И я никогда не курил, даже не пробовал. Я даже дым с табака не знаю. А что случилось с травмом? Остео, порос, конечно. Один раз там. Я ребенка за руку держал. Что-то там подбирался. Все папиросы там. От меня что-то завоняло. Дали один раз. Ну наказали. И всё. Я уже тогда понял, что это ни в чем. Отец ещё помеседовал. Мама. Рассказывали всё. И я понял, зачем мне это. Отец не курит. Надо ещё воспитание детей должно быть через родители. В основном вокруг все курили. И всё. И потом дорос до возраста уже юноши. И там меня и соблазняли. И женщинами соблазняли. И ничего. На меня не поделись. Ну сейчас вот третий год. Нет. Ну сейчас просят. Нет. Нет. Я имею в виду, что женщины на полно закурили. И свободные люди. Никто сидеть не может. Никогда. Так не так. Друговое. Чёрт-то. Две я могу расколоть. И принести домой в свою воду. Серёж, ну и что ты? О чём разговор-то я не понял. Чёрт. Человек просит милости. Ну и что? Сколько милости милости? 15 рублей. Ну ему на хлеб или на что? Ты что не умеешь разговаривать? На хлеб. На хлеб? Серёжа, иди сходи. Купи буханку хлеба. Принеси человеку хлеба. Быстрее давай. Ты быстро на ногу. Идите прям с ним. Возьмите у него. У вас ещё есть. А? Ещё? Закончил. А, вот всё. Мы бы знали, больше бы взяли. Ну теперь придём уже сюда. В большем, как говорится. Я всё забрал. Всё, закончилось. Благодарим вас. Ну ещё нужно, друзья. Ну вот, господи, у меня есть такая. Я про нам. Да, дайте. Да мы ещё принесём. Да, у меня какая есть. Помоги, Господи, вам. Да надо же, я сектантку не узнала. Прости меня, Господь. Вижу такая чистенькая, аккуратненькая. И крестилась она. Сергей стоит столько тут трёт-трёт. Не могу понять, о чём он там с ним говорит. Ну хлеба человеку надо. Купил хлеба, да и пошли. Там вот смородинка, малинка. Всё это они там сами делают. Старшие ходят? Старшие ходят. Рыбу, наверное. Рыбу ловят на пруду. Ну там мелочи. Тоже. Купание. У мамонтова мы его какого-то угостяли. В субботу, но в пятницу у нас, в пятницу у нас костёр. На костре там песнопения поются. Картошка. Различная картошка там печётся. И, в общем, очень интересно. Там беседы всяческие. Ну они смотрят, как можно жить в православии. Чтоб было без уныния, без печали. Чтоб всегда ты был в труде, в работе. Чтоб вот это вот. Вот это заучиваем. Вот эти писания заучиваем. Вот это вот заучиваем. Прямо наизусть учим. Всё. Чтоб девочки ходили только в юбках. Чтоб они выросли. У них это до конца дней запомнилось. Как Господь заповедал им быть женщиной. Выглядеть. Женщина должна выглядеть в юбке. И платок должен выглядеть. Не накрашенный. Без серёжек. Без всяких украшений. Вот сердце у них должно быть мягкое, доброе, нежное. Тогда и муж будет любить, и всё остальное хочет. У нас женщины в 2001 году сняли все юбки, оделись все штанами. 2001 год запомнил. Все переоделись штаны. Резко. До этого ещё в юбках одели. Всё? Ну ты всё милостиво оказал, брат. Ты будешь благословен во веки веков. Христа. А у вас интернетом не пользуетесь? Я живу в интернации, у нас интернация работает. А вот возьмите наш сайт тогда. Там у нас ещё всякие фильмы есть. А если у нас это хорошо, он владеет. Так у вас там интернат целый? Передайте кому-нибудь ещё. Да не надо. Надо? И всё кому-нибудь передадите. Смотрите. А что за интернат? У нас и Христос у вас. Да, это дом престарелый. С Богом. И всё.